Меня зовут Антон Баранов, я системный администратор в компании IT-SUMMA. Мы занимаемся администрированием и технической поддержкой серверов, в том числе очень нагруженных проектов. В числе наших клиентов это наше радио, MyPlay City, Altergeo, студия Aero, бюро Пирогова и прочие известные всем компании. Давайте пробежимся вкратце по разделам доклада. Значит, мы разберем с вами, что нужно мониторить в высоконагруженном, ну и не только проекте, даже с самого начала. Мы разберем аспекты, связанные с open-source системой мониторинга, это как Tizabix и Graphite. И посмотрим на несколько SaaS решений для мониторинга. Так, приступим. Вообще, изначально необходимо для себя решить, что все-таки нужно мониторить. То есть вот у вас есть проект, какие его части необходимо отслеживать. Этих частей, по сути, три. Первое – потребление ресурсов. Второе – работа серверного ПО. И третье – бизнес-логика приложения. Раскроем детальнее. Ресурсы делятся на две составляющие. Это критические и важные. В чем их разница? Критические ресурсы – это те, проблемы с которыми гарантированно приведут к неработоспособности вашего приложения. Например, процессор. У нас закончился процессор, новые запросы, пришедшие на проект, не могут обрабатываться. Все легло, посетители не могут открыть ваш проект. Память оперативная, свободная, занятая. Использование пропускной способности дисков. Использование трафика к серверу. То есть мало приятного в том, если запросов к вашему проекту настолько много, что гарантированная пропускная полоса для ваших серверов завита полностью. И, соответственно, новые клиенты не могут получить ответы на свои запросы или получают их крайне медленно. Также использование диска. Важные ресурсы – это те наблюдения, за которыми позволяет предположить, что скоро возникнут проблемы с проектом. То есть использование свап. У нас начинает использоваться свап. В большинстве случаев это означает, что оперативной памяти свободно все меньше и меньше. Использование свап приводит к тому, что проект работает медленнее, медленнее и медленнее. И в результате это может привести к недоступности проекта для посетителей. Статус рейда, то есть системы, в которой организованы ваши диски на ваших серверах. Статус самих дисков, насколько они здоровы. И то, какова вероятность того, что они сегодня, завтра, послезавтра выйдут из строя. И опция – количество операций с дисками в секунду. То есть это тоже достаточно важная метрика. Также диска касаются такие параметры, как диск авио. Это среднее время ответа на запросы к диску. То есть, если, например, авио равно порядка 10 миллисекунд, то пора задуматься, что не поменять ли диски. Количество используемых сокетов на сервере, температура процессора и скорость вращения вентиляторов. Особенно рекомендую обращать внимание на температуру процессора. Он сталкивались с тем, что, когда процессор перегревается, сервер просто не может нормально обрабатывать все поступающие на него запросы. Что касается мониторинга серверного ПО. Тут такой тонкий момент, что необходимо четко представлять себе, что и зачем мониториться. То есть каждый параметр, который мы ставим на мониторинг, по которому мы настраиваем какие-то уведомления, мы должны представлять, для чего он нужен, за что он отвечает, что именно он показывает. Например, для Nginx это RPS. Безусловно, самая важная характеристика, которая расшифровывается как read per seconds. То есть количество запросов к вашему сайту в секунду. PHP, FPM. То же самое. То есть количество запросов к вашему сайту, количество активных процессов, количество сообщений о том, что пулл PHP, FPM уперся в лимит по процессам. Сфинксы, которые используются для полнотекстового поиска на сайтах, здесь необходимо мониторить количество запросов, поступающих к нему. И необходимо отслеживать фатал-эроры, потому что Sphinx, по крайней мере в версиях до третьей, он в отдельных кейсах мог выдавать ошибки, писать влог. При этом оставаться запущенным, принимать запросы, но не выдавать на них ответов. В этом случае мы получаем очень нехорошую картинку, когда, казалось бы, все работает замечательно, запросы на Sphinx идут, но при всем при этом на сайте у нас с кодом 200 пустая страничка. MySQL, безусловно, как самый важный аспект. Нам необходимо мониторить количество запросов, селекты, апдейты, инсерты к базе данных. Необходимо мониторить количество обрабатываемых строк. Например, мы немножко изменили логику проекта, у нас теперь используются немножко другие запросы, а вот индексы мы забыли добавить. И у нас, скажем, раньше, если обрабатывалось в минуту 10 миллионов столбцов, то теперь совершенно внезапно у нас обрабатывается 120 миллионов столбцов, диски используются по максимуму, и все очень тормозит. Таким образом, отслеживание вот этого параметра может дать нам понять, в чем именно произошел затык после очередного деплоя. Буфер pull usage и реплика статус. Реплика статус реплики тоже очень важен в случае, когда у нас есть схема с отказоустойчивостью. То есть, таким образом мы отслеживаем, чтобы у нас резерв был в актуальном состоянии. Ну и размер почтовой очереди у нашего почтового сервера. Тоже, если очередь очень сильно растет или остается достаточно высокой на каком-то достаточно продолжительном периоде времени, то это может говорить о том, что, например, какой-нибудь mail.ru взял и забанил наш почтовый сервер и считает все письма, которые с него отправляются спамом, и просто их rejectит. Есть один очень важный параметр, который необходимо мониторить, точнее, группа параметров. Это те параметры, которые относятся к бизнес-логике приложения. Вот почему-то про них многие забывают на самом деле. Обычно мониторят, как правило, сервер, логи программного обеспечения, но забывают, собственно говоря, о самом проекте. В самом проекте можно мониторить такие вещи, которые являются составными частями бизнес-процессов. Например, регистрации. То есть человек у нас зашел на наш проект, ему необходимо зарегистрироваться, например, чтобы совершить покупку. Но если процесс регистрации работает некорректно, он не сможет дальше продолжить заказ свой, оформить покупку, оплатить и так далее. Поэтому в отдельных ситуациях, когда мы не уверены в том, что у нас не поломался процесс регистрации, имеет смысл мониторить от начала и до конца весь процесс. То есть от того, как клиент ввел свои данные, до того, как клиент нормально залогинился и увидел в корзине свои товары. Количество новых регистраций тоже необходимо мониторить в отдельных ситуациях, чтобы как косвенный параметр, который позволит понять, не поломалось ли что-то. В отдельных ситуациях надо мониторить, то есть в зависимости, опять же, от бизнес-логики приложения, на сайтах, которые занимаются распространением приложений, необходимо мониторить, например, количество скачиваний. В каких-то рекламных проектах необходимо мониторить количество показов баннеров, количество их просмотров, отношение, например, просмотров к кликам. Косвенный, опять же, но не менее важный параметр – это доступность сервисов компании-партнера, сервисов, которые вы используете в своем проекте. То есть, например, вы где-то в проекте используете JavaScript, который подгружается с серверов компании-партнера. У партнера сервера тормозят, JavaScript подгружается крайне медленно, а, например, у вас сайт построен таким образом, что без загрузки этого JavaScript дальше загрузка страницы не идет. Таким образом, проблемы у дяди, а страдают посетители вашего сайта. Это нехорошо. И вот подобная проверка очень сильно помогает. Также помогает в отдельных ситуациях статистика по запросам с тем или иным реферером. То есть, это, например, очень актуально для партнерок. То есть, мы таким образом можем понять, где кто накручивает трафик, где собирать статистику вручную. Если вдруг где-то клиент, например, ваш клиент, или вы предполагаете, что где-то в коде закралась ошибка, и статистика считается неправильна, можно скорректировать статистику по логам. Ну и, собственно, самое главное, мониторинг, он тоже может ломаться. Поэтому очень важный момент такой, необходимо мониторить мониторинг. Это может быть отдельный какой-то скриптик, там запускающийся по крону, еще какая-то проверка. Но самое главное, вам необходимо проверять то, что мониторинг доступен, работает, он отправляет уведомления, он проверяет, какие значения, и сверяет их с настроенными вами уведомлениями и так далее. Без этой проверки, на самом деле, в один прекрасный момент вы можете обнаружить, что вроде бы как графики рисуются, а вот сервис лежит уже третий день, а никто никаких писем не получал. То есть, это все крайне грустно и нехорошо. Мы рассмотрели, что нужно мониторить, как нужно мониторить, и теперь давайте перейдем к тому, чем мониторить. Начнем с опенсурс-систем, как и Zabbix Graphite. Итак, Zabbix – это опенсурсная система с открытым исходным кодом. В качестве бэкэнда она имеет PHP, то есть написано на PHP, и как базу данных может использовать MySQL, PostgreSQL, SQLite или Oracle для хранения метрик. Со стороны клиента это может быть либо Zabbix-агент, либо SNMP-демон, либо какие-то скрипты, которые посылают параметры в сам Zabbix. То есть, со стороны клиента я имею в виду со стороны сервера, который мы мониторим. Итак, ну как выглядит, собственно, процесс мониторинга? Первое. Мы создаем хост в Zabbix, то есть добавили сервер, установили на сервере, который мониторим Zabbix-агент, после чего в Zabbix добавили шаблоны какие-то, которые нам надо мониторить, например, Nginx, MySQL, к самому серверу. Если каких-то шаблонов нет в Zabbix, в инсталляции Zabbix, мы их где-то нагуглили с вами, либо написали самостоятельно, добавили сам Zabbix, потом настроили Zabbix-агент, чтобы он посылал в Zabbix необходимые параметры. Настраиваем отдельно веб-сценарий для того, чтобы проверять URL на нашем проекте. И, как пример, вот мониторинг Nginx. Что мы делаем для этого? Мы импортируем шаблон, то есть в самом Zabbix нет встроенной проверки Nginx. Мы где-то берем, например, на сайте Percony шаблон мониторинга Nginx для Zabbix, импортируем его в Zabbix, потом на стороне клиента мы пишем скрипт, который будет в Zabbix в нужном формате отправлять данные из Nginx статуса, потом прописываем encode в Zabbix-агент, и уже после этого мы имеем Zabbix, который мониторит Nginx. В данном случае я привел пример для MySQL. Делается все точно так же, то есть по тому же самому алгоритму. Уведомления в Zabbix построены по принципу шаблона. У каждого шаблона, то есть шаблон мониторинга Nginx, шаблон мониторинга мускуля, есть метрики, которые мы мониторим. Там RPS, например, количество запросов и так далее. У каждой из метрик есть триггер. То есть, например, для RPS у Nginx мы можем сделать триггер, если RPS равно нулю в течение пяти минут. Когда срабатывает триггер, мы посылаем уведомления на наш почтовый ящик или на любую другую систему уведомлений, которую мы выбрали. Выводы. Конфигурирование Zabbix сложно. Zabbix сервер масштабируется так же, как и любое другое веб-приложение. То есть мы можем распараллелить базы данных, распараллелить веб-сервера. Автоматизация мониторинга новых услуг, возможно, без проблем. То есть мы можем взять любимую систему управления конфигурациями и соответствующим образом запрограммировать, чтобы новый узел после добавления автоматически добавлялся в Zabbix. После создания автоматически добавлялся в Zabbix. КАКТИ – это система с открытым исходным кодом. Со стороны сервера она имеет MySQL в качестве бэкэнда базы данных для внутренних моментов. RRD-Tool в этом формате хранится информация про метрики, то есть все данные метрик. И сама КАКТИ написана на PHP. Со стороны клиента используется SNMP. То есть SNMP-демон ставим, и он отправляет данные на сервер КАКТИ. Как мониторить новый сервер с помощью КАКТИ? Установить на сервер SNMPD, сконфигурировать ROCK-комьюнити, ну, идентификатор этого сервера, и добавить хост КАКТИ. То есть выглядит это примерно вот таким вот образом. Все предельно просто. Сложности начинаются дальше. То есть по дефолту доступен мониторинг, только самых базовых ресурсов – это CPU, память, трафик. Все остальные параметры мониторятся при помощи плагинов. То есть Nginx, MySQL, почта и так далее и тому подобное – все это мониторится при помощи каких-то сторонних плагинов, которые устанавливаются дополнительно. Более того, даже, например, уведомления на e-mail, они настраиваются при помощи плагина, устанавливаемого в КАКТИ. Например, мониторинг URL доступности вашего сайта при помощи отдельного плагина, настройка уведомлений по превышению каких-то значений с помощью отдельного плагина настраивается. Как-то так выглядит процесс создания алерта. То есть мы выбираем сервер, выбираем график, выбираем метрику. То есть на этом графике, например, у нас три метрики – system, user, nice, CPU, время. И мы выбираем, что по CPU-юзеру мы желаем создать уведомления. КАКТИ негибкая система. То есть если Zabbix, например, он позволяет через плагины отправлять вам уведомления через самые разные системы, в том числе Jabber, Slack и так далее, e-mail, то в КАКТИ уведомления отправляются только через e-mail, через отдельный плагин. Насколько я помню, пока еще нет никаких дополнительных плагинов, которые бы позволяли через Slack, HipChat, Telegram отправлять уведомления. Вот примерно так выглядит уведомление, пришедшее на e-mail. То есть график, ссылочка на сам мониторинг, чтобы можно было посмотреть графики, и указано, с каким значением был превышен заданный нами порог. По КАКТИ можно делать следующие выводы. Мониторинг либо через SNMP, то есть когда у нас стоит SNMPD, в котором мы прописали отправку информации через какие-то наши скрипты на сервер с КАКТИ, либо через какие-то плагины, которые устанавливаются на сам сервер с КАКТИ. Количество способов уведомления у КАКТИ ограничено, то есть, ну, как я сказал выше, только на e-mail. С автоматизацией у КАКТИ достаточно все плохо, там есть только кли скрипты из командной строки, которые выполняются на стороне сервера, и они не очень гибкие. Масштабируется КАКТИ, как обычное веб-приложение, то есть MySQL масштабируется горизонтально. Можно поставить Nginx, за которым будет несколько веб-нод и так далее. Третья система мониторинга с открытым исходным кодом – это графит. Она более интересная в этом плане, не отличается от DABX и КАКТИ. То есть, с серверной стороны графит представлен тремя частями. Это Carbon, Whisper и веб-приложение Graphit. То есть, веб-приложение – это подсистема, которая отрисовывает все наши графики в вебе. Рассмотрим их вкратце. Carbon – это демон, который слушает для данных мониторинга. То есть, с наших клиентов именно в Carbon посылаются все данные. Whisper – это база данных, в формате которой данные хранятся на стороне сервера. И веб-приложение Graphit – это, как я сказал уже, подсистема, которая нам в браузере показывает красивую страничку с графиками. Со стороны клиент-сайда мы можем установить совершенно любое ПО, которое будет отсылать данные в нужном графиту формате. То есть, ПО этого достаточно много, плюс можно написать какие-то свои решения, если чем-то не устраивают существующие. Мониторинг тоже предельно прост с помощью графита. То есть, мы устанавливаем коллег-д, например, включаем там нужные плагины, грубо говоря, указываем, что нам мониторить надо такие-то, такие-то параметры. Конфигурируем их соответствующим образом, например, прописываем доступ к MySQL, если будем его мониторить, доступ к статусу Nginx, и настраиваем отправку данных в графит. Например, вот таким вот образом мониторится MySQL. То есть, ничего сложного. Как я сказал уже, мониторинг чего угодно возможен с помощью чего угодно, что сможет нормально посылать данные на графит. Вот примерно так это выглядит. Надо отметить, что это стандартное Django веб-приложение, которое отрисовывает данные из графита. То есть, если нужны более красивые графики и так далее, то можно использовать другие решения. Они есть и достаточно хороши. Уведомления тоже достаточно гибкие. То есть, есть решения для графита, которые позволяют отправлять нам уведомления через почту, hipchat, Slack, PagerDuty, либо на какие-то наши сервисы. Примерно так они настраиваются. То есть, все предельно просто. Настраивается все в текстовом формате, после чего система уведомлений перезагружается, подхватывает новые параметры. Примерно так выглядит уведомление, пришедшее на почту. По выводам, графит на самом деле довольно гибкая система, которая позволяет мониторить практически все, что угодно. Конфигурировать надо в основном только на клиентской стороне, то есть ту часть, которая отправляет данные мониторинга на сервер. Уведомления настраиваются как нам угодно, куда нам угодно. Автоматизация, как мы видели, выполняется совершенно просто, потому что все настраивается в текстовом формате, все предельно просто и удобно. То есть, с помощью Ansible, Chef, Puppet, не важно, что вы используете, можно спокойно автоматизировать мониторинг. Graphite масштабируется горизонтально, и вот движок хранения Visper, который в нем есть, у него есть такие ограничения, что на больших количествах серверов, когда количество серверов там несколько десятков и более, мы упираемся в ограничения самого формата, и в этом случае бэкэнд надо менять. Но, как правило, такое происходит нечасто, и изначально можно использовать только Visper. Graphite Relay, ну это решение, которое применяется для масштабирования в случае, если, опять же, много серверов, и один сервер мониторинга не справляется со всеми метриками. Так, Александр, мы успеваем раскрыть тему про SaaS. SaaS Monitoring – это решение, когда сервер мониторинга находится на стороне компании, которая его разрабатывает. Например, вот рассмотрим сервер Density. То есть, смотрите, суть в чем? Мы регистрируемся на сервисе, нам добавляем туда сервер свой. Нам выдают ссылку, по которой мы скачиваем их агент и устанавливаем на свой сервер. После установки мы имеем картину. У нас есть наш сервер, добавленный в этом SaaS-сервисе, и Python-демон, который запущен на нашем сервере. Собственно, от нас теперь только требуется в настройке этого Python-демона добавить, например, данные для инжинных статуса, добавить данные доступа для MySQL и перезапустить этот демон. После чего в самом сервер Density в настройках указать, что MySQL нарисуйте нам и нарисуйте нам Nginx. После чего будет совершенно все красиво, замечательно, гладенько. И предыдущий слайд, это который по умолчанию в графике уже рисуется, то есть мы только поставили Python-демон на сервер, оно сразу вот уже нарисовалось. А Nginx.ms.coil, это вот мы добавили данные, перезапустили сервис, тыкнули, хотим отрисовать, и вот, собственно говоря, оно нарисовалось. Можем мониторить URL, например, URL нашего интернет-магазина, он будет мониториться по, будет мониториться код ответа при запросе, будет мониториться время ответа и так далее. Можем создать какие-то алерты, необходимые нам. Собственно, по любому параметру, любые, совершенно любые алерты можем сделать. Примерно вот так выглядит письмо, которое приходит к нам на почту при выполнении какого-то условия, при срабатывании какого-то алерта. Вот. Сервер density. Автоматизируется он без проблем. У сервер density есть API, то есть можно добавлять сервера через API, довольно гибкая система. Уведомления через практически все, что угодно. Почта, слэхи, чат, смс, пейджер тьюти. Датадог, ашку мы, к сожалению, не успеваем рассмотреть, но если вкратце, у большинства SaaS-мониторингов суть та же самая, что и у server density. То есть мы имеем некий веб-интерфейс, через который мы добавляем сервер, устанавливаем агент на свой сервер, и, собственно, все, оно мониторится. Больше от нас никаких сложных действий по настройке мониторинга нет. То есть только в веб-интерфейсе, совершенно нативному и понятном, как правило, мы настраиваем какие-то уведомления по нужным нам параметрам. Вот. Так, ну и самый главный вопрос, собственно говоря, всего доклада. Что именно нам выбрать в качестве системы мониторинга для нашего проекта? Основные факторы, которые на это должны влиять, это количество узлов, которые нам необходимо мониторить, и задачи, которые планируется решать. То есть из тех рассмотренных мной систем мониторинга, например, для маленького стартапа с одним сервером, server density, например, идеальный вариант. Для организации, у которой распределенная сетевая инфраструктура и много-много-много серверов в разных городах, Zabbix будет лучшим решением. Для какого-то небольшого офиса, где необходимо мониторить только какие-то базовые показатели серверов, великолепно подойдет к акте. То есть каждый решает то, какая система мониторинга ему нужна, сам исходя из объема и назначения своих серверов. Собственно, спасибо за внимание. Не знаю, успеваем мы или нет по вопросам. Спасибо, Антон. Давайте один-два вопроса, чтобы мы не очень из графика выбивались. Есть ли? Есть. Два вопроса буквально. Виталий, V++. Скажите, пожалуйста, как вы мониторите сложные цепочки бизнес-логики? Например, форма регистрации, что она работает? Создается некий почтовый сервер, к которому мы имеем доступ. Создается некий PHP-скрипт, который делает следующее. Он идет на сайт клиента, курлом запрашивает, выполняет допрос соответствующий, который регистрирует нового клиента, после чего проверяет содержимое ящика, парсит письмо, оттуда из письма берет ссылку подтверждения регистрации, проходит по ней, получает ответ, парсит его, и потом уже логинится с теми данными, с которыми он зарегистрировался. То есть мы пишем некий внешний скрипт проверки, который выполняет всю логику и потом отправляет, грубо говоря, единичку или нолик в систему мониторинга. Прошло успешно или прошло некорректно? Естественно, скрипт ведет лог подробный, по которому можно посмотреть, где, например, скрипт справился. У меня немножко вопрос следующий. После того, как мониторинг, допустим, показал, что у нас плохо работает Apache, дальше я вижу, что проблемы есть. Как определить из того, какой именно скриптер возили, какая часть работает неправильно, то есть прояснить дальнейшую диагностику? Были такие? Это довольно сложный вопрос на самом деле. Нельзя уложиться даже в 5 минут ответить на него. То есть если вкратце, необходимо смотреть все процессы на сервере, необходимо проверять Apache статус, запросы, которые висят. Возможно, посмотреть, какой процесс Apache висит, подцепиться к нему какими-то низкоуровневыми штуками, типа S-Trace, посмотреть, на чем висит и так далее. Вопрос был как раз именно того, позволяет ли система мониторинга сразу показать скрипт, на котором торможение. Система мониторинга, надо как бы отмечать, что система мониторинга, она, как правило, нужна для того, чтобы уведомить вас о самом факте того, что что-то тормозит, а все остальное уже выполняет именно системный администратор, который просматривает. Коллеги, давайте, детали мы уже в кулуарах, к сожалению, потому что по времени не успеем, а Антон здесь, пожалуйста, его ловите и задавайте ему вопросы, а я передаю.